Геннадий Викторович Монетов, первый заместитель главы администрации Магнитогорска, так объясняет свое решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы, так как я, никто не знает проблемы города и горожан. Потому как он плоть от плоти монетогорец, вырос здесь, выучился, преподавал в лучшем горном вузе страны, работал и работает в мэрии. О своих политических пристрастиях он скажет сам. Наша задача показать вам в сокращенном виде половину рабочего дня Монетова. И начнем мы со встречи с начальниками цехов калибровочного завода, где Геннадий Викторович оказался не только в роли кандидатов в депутаты, который разыгрывает свою карту в предвыборной борьбе. Я себя отношу к приверженцам либеральной демократии, но естественно не в трактовке Жириновского, а по принятой в мире политической классификации. То есть это либеральная экономика, то есть рыночная экономика с минимальным вмешательством в нее государства и демократическая форма правления, то есть осуществление государственных функций через институты демократии. Чтобы начать решать проблему внешнего инвестирования, нужно постоянно, постепенно, шаг за шагом, конечно, подниматься по ступенькам вот этого кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг в мире, он оценивается по 27 параметрам, которые включают в себя финансовые параметры, экономические параметры, задолженность, инфляция и тому подобное. И очень большую роль в этом кредитном рейтинге играет социальная и политическая стабильность в обществе. И, конечно же, не мне вам говорить, что мы, наверное, ни по одному из этих параметров не можем сказать, что мы хоть чего-то достигли. Далее, в роддоме там столько далека. Да неужели в городе Магнитогорске, значит, это элементарное действие, которое полагается по Конституции, значит, раздать или обеспечить людей. Значит, кормить, не кормить, не лечить, не лечить, приходишь в больницу, говорят так, бинты принеси, таблетки принеси, шприцы принеси. Бюджет был утвержден, размеры сигнования на здравоохранение 71 миллиард. Мы, у нас задолженности, вот так вот, нет ни копеечки, даже сверх этого, я думаю, мы по году выйдем миллиардов на 90 или на 100 финансирования. Но, ведь этот 71 миллиард, он же ведь включает в себя, ну, буквально смешные статьи бюджета. Что такое, когда, ну, ведь принимается тоже постановление главой администрации области, считать, допустим, в 95-м году защищенными статьями бюджета такие-то, и перечисляет 4 статьи из 18-ти. Если, там, первая статья, зарплата, и 18-я, там, значит, капитальные ремонты, а защищаются всего 4, зарплата, начисление на зарплату, первая, вторая, питание и медикаменты, 9-е, 10-е, и все, и все. И вот эти 70 миллиардов исключительно только на эти цели. Поэтому, когда идет, у нас там рушится что-то, рушатся сети, ветшает коммуникации, все это, и вот так дергаемся, то есть, тут только развести руками. Будь у нас, мы за счет перевыполнения дохода бюджета, конечно же, значительно больше ассигнований направили, но положение, сами видите, оно этим его не улучшит. Большинство районов, которые входят в округ Магнитогорский, избирательные, сельские, выжили в городской, учились, работали, преподавали в городе. Проблемы селян, наиболее незащищенные, на мой взгляд, категории населения России, они вам знакомы, близки? Что тут сказать? Конечно, вот у нас 7 или 8 районов, и, наверное, жителю каждого района хотелось бы, чтобы избран в Думу был селянин, и желательно бы из их района, но мы должны понимать, что это невозможно. Округ большой, и надо будет делать выбор, выбор кого-то одного. Я, конечно, в глазах селян, наверное, фигура не самая предпочтительная, потому что не могу похвастать тем, что я уроженец Кизильских степей, или, скажем, от земли вырос, потому что действительно прожил всю свою жизнь в Магнитогорске, и могу только сказать, что мои родители, когда спасались от голодной смерти и приехали в 30-м году сюда, то они были из сел. Вот вся моя связь с селом, та, которая была. А будучи горожанином, я, в общем-то, с селом сталкивался, наверное, столько же, сколько всяких горожанин. На сельхозработах, в которых я участвовал вряд ли менее 10 лет подряд, в студенческих строительных отрядах, в которых я избороздил вдоль и поперек и Картолинский, и Брединский район, и работал в строитрядах и в Агаповском, и в Ногайбакском районе. Аграрная партия, Лапшина в Госдуме и Антипод Черниченко, публицист, профессионал, трибун. Кто вам ближе? Как его еще назвал Леонид Павлович Калмыков, наверное, известный вам, кабинетный крестьянин, или как-то он вот так, Черниченко я имею в виду. Но, может быть, и я кабинетный селянин, но мне, конечно же, ближе крестьянская партия Черниченко, потому что считаю, что то, что предлагает аграрная партия, это не выход из ситуации. Выход из ситуации все равно, как бы мы ни оборачивались назад, все-таки в движение вперед, к цивилизованному, нормальному рыночному государству. Существует областная производственная корпорация, существует департамент сельского хозяйства, который кредитует крестьянина сегодня перед главными полевыми работами. Вот здесь, в Магнитогорск, вправе как-то ситуацию наладить, отрегулировать? Нам бы хотелось, по большому счету, чтобы так урегулировать наши взаимоотношения с южными районами, которые прилегают к городу Магнитогорску, начиная от Бредов, кончая Агаповкой, Варна, Чесма, Верхний Уральск, чтобы действительно не гонять взад-вперед деньги, чтобы мы могли сами здесь на месте наши взаимоотношения, в том числе и по наполнению бюджетов сельских районов, решать здесь. Это было бы хорошо, это было бы нормальное разделение труда. Какие же статьи закона о ветеранах по городу считаются защищенными? Есть ли мероприятия по выполнению закона о ветеранах в городе? И какими средствами обеспечить мероприятия, которые вы намечены проводить здесь в городе, по ветеранам? Без всякого постовства, говорю, сам придумал, сам прикинул, сколько бы это могло стоить. И вот для того, чтобы это было исполнить, мы не имели права. Но мы тогда подготовили хорошую бумагу, вот так и так, и так механизм. Мы вышли с этим предложением, потому что это не бюджетные расходы. Мы вышли с этим предложением, в этажом выше, тоже вот такая комната есть, где партия заседала. Вот так же, там Малый Совет. Я вышел на Малый Совет, доложил, вот такие-то объемы нам потребуются, сигнования. Вот вроде мы имеем сейчас возможность такие расходы. И Малый Совет вот тогда наше предложение утвердил. Геннадий Викторович, вот такие встречи с ветеранами, основу которых, в общем-то, составляют бывшие партийные работники, это не секрет. Как вам с ними? Приходится общаться демократу с большой буквы «Д». Сам удивляюсь, что работать с ними оказывается легко. Хотя бы потому, что все-таки они, хотя и бывшие, но крупные профессионалы и знатоки своего дела. Если с ними говоришь о серьезных вопросах, они понимают это очень хорошо. И, в общем-то, я просто очень рад, что вот в условиях нынешних мы находим общий язык в одном. В понимании демократии. В понимании демократии такой, какой она должна быть. А демократия, и я им об этом говорил, и тут мы находим полное понимание. Демократия, с моей точки зрения, это не что иное, как диктатура закона. Когда закон превыше всего, и никому не дано этот закон приступить, вот тогда в стране наступит то, к чему мы стремимся.